Мы продаем соусы в такой банке за 4 доллара. Побольше стоит 7. Агалон их покупают рестораны. Идет уже по 17. Рецепт этого соуса, который хорошо идет под барбекю, Бен Харпер изобрел сам. Еще два года назад он варил его только у себя на кухне и продавал понемногу на рынке. Сейчас его соус продается в супермаркетах по всему штату Огайо. Бен Харпер изобрел сам. Это классно, когда наши выпускники готовы сами купить себе оборудование, приобрести собственное помещение и начать свою собственную взрослую жизнь. Инкубатор это поддержка и защищенность. А это очень важно для начинающего предприятия. Руководитель инкубатора Ларри Фишер с гордостью показывает свою фабрику по производству малых бизнесов. Только сейчас здесь выращивают более полусотни. 85% предприятий, которые выращены в бизнес-инкубаторе, становятся успешными. Вот сравните, за пределами инкубатора выживают лишь 50%. Я думаю, ничего лучше для поддержки и развития малого бизнеса еще не придумали. Обычно инкубационный период предприятия малого бизнеса 3-4 года. Но эта фирма здесь уже 14 лет. Мы делаем вот такие крекеры. Их можно есть вместо хлеба. Они вкусные. Кроме того, могут долго храниться. Они чудесные. Вырваться из теплого гнезда им никак не удается. Впрочем, никто и не выгоняет. Они кормят диетическими хлебцами население штата и зарабатывают себе на жизнь. Значит, проект все равно удался. Бизнес-инкубаторы еще часто называют яслями для бизнеса. Ведь малые предприятия здесь холят и лелеют саворождение. Первый в мире бизнес-инкубатор появился в США в 1959 году. Сейчас в Америке их насчитывается около тысячи. Больше, чем в любой другой стране мира. У нас есть администрация экономического развития. Ежегодно она выделяет деньги на бизнес-инкубаторы. Главным образом государство финансирует строительство зданий. Инициатива же создания бизнес-инкубаторов в США обычно исходит снизу. Это могут быть руководители университетов и колледжей, бизнесмены, наиболее активные представители местной общественности. Три четверти американских бизнес-инкубаторов – это некоммерческие организации. Их доходов хватает только на то, чтобы обеспечивать свою работу. Это действительно похоже на альтруизм. Но нам просто необходимо развивать экономику нашего региона. Думаю, у нас получается делать то, что мы задумали. Некоторые из тех, кто начинал здесь бизнес 20 лет назад, сейчас имеют предприятия, на которых работают по 200 сотрудников. Дженнифер возглавляет инкубатор, где развивают инновационные проекты. Он тесно связан с университетом Огайо. Самые перспективные идеи, которые рождаются в его стенах, затем перекочевывают сюда, чтобы стать не только прорывом в науке, но и коммерчески успешным продуктом. Сейчас мы тестируем новое лекарство против рака. Вот этот тест мы закончим через неделю. И по его итогам мы решим, будем ли мы работать дальше с этим препаратом. Или изменим его и начнем другие тесты. Их предшественники съехали из этой лаборатории совсем недавно. Они изобрели революционную технологию по выявлению инфекций. В частности, их диагностические тесты используются для определения свиного гриппа. Компания Гибрид Диагнозис возревала в инкубаторе 20 лет. И недавно была продана фармацевтическому гиганту Квидал за 130 миллионов долларов. Мы помогаем компании написать бизнес-план, предлагаем бесплатные деловые семинары. Можно использовать конференц-залы и лаборатории, интернет. Цены на аренду у нас ненамного ниже рыночных, но мы можем предложить много бесплатных услуг. Берут сюда не всех. Конкурса как такового нет, но нужно доказать, идея будущего предприятия действительно перспективная. На этой странице каждый тренер может подобрать спортсмена под определенные критерии поиска. Здесь можно узнать, на что способен каждый кандидат, его рост, вес. То есть здесь видно, какие спортсмены удовлетворяют их требования. Крейг занимается раскруткой интернет-сайта для студенческих спортивных команд. Это пилотный проект. А для Крейга еще и первая серьезная работа после окончания аспирантуры в университете. Его задача – сделать сайт популярным по всей стране. Иногда здесь бывает одиноко. К счастью, не приходится звонить по работе своим клиентам, а также общаться с коллегами. Главное для меня в бизнес-инкубаторе – наладить связи с нужными людьми, которые могут стать партнерами или инвесторами. Около 54%, то есть примерно половина бизнес-инкубаторов США, так называемого «смешанного типа», где собраны самые разные предприятия. Остальные придерживаются узкой специализации. Научные и сельскохозяйственные – для модельеров, артистов и художников. Один из первых США арт-инкубаторов находится здесь, в штате Вирджиния, на территории бывшего оборонного завода. Во времена Второй мировой здесь производили торпеды. Последние четверть века выращивают таланты. Конечно, арт-инкубатор не похож на обычный. Здесь не учат писать бизнес-план или подсчитывать возможную прибыль. Главное, что нужно художникам – это большие пространства, низкая арендная плата и особая атмосфера – место с историей, которое притягивает сюда посетителей. Место в торпедо-фекторе стоит в 10 раз меньше, чем в обычной галерее. Поэтому очередь из желающих попасть сюда никогда не заканчивается. Я пришла сюда после окончания школы, и мне сразу дали огромную светлую студию на третьем этаже. Я тогда о таком и мечтать не могла. Выйти из школы и начать заниматься тем, что ты хочешь. Тогда еще сюда не пускали посетителей. Здесь были только рабочие студии художников. Какое бы вдохновение ни посетило художника, в любой момент его могут отвлечь. Это одно из условий пребывания здесь. Это здорово находиться здесь. Хотя в любой момент посетители или коллеги могут тебя спросить, что за фигня у тебя на картинке. Много людей, много мнений. Творческая энергия бьет ключом. Уехать в Нью-Йорк или открыть собственную галерею удалось единицам. Впрочем, и в этом случае основная цель создателя инкубатора достигнута. У тех, кто хочет делать что-то сам, есть место для работы и стартовые возможности. А уж как этим распорядится птенец, владелец пекарни или вольный художник, зависит только от него самого. Анастасия Машкина, Николай Евстафьев, Мария Хозина, Вести, США.